Три недели назад домработница в Берегово стащила у хозяев 900 долларов. Правоохранители задержали мошенницу. И это не единичный случай. В интернете даже черный список домработниц имеется. Одна меряет чужой гардероб, другая подворовывает украшения. Но! Неужели каждый раз, вызывая уборщицу, мы рискуем? Чтобы это выяснить, Лена Филонова поручила свою квартиру уборщицам, а сама устроила засаду. Так чем же закончится Ленин эксперимент? Смотрим. Мне все чаще рассказывают истории о домработницах, которые ведут себя недобросовестно. И вы знаете, я подумала, а что, если их проверить? И как отличить мошенницу от порядочной? Я нашла даже специальные сайты. Ну, претендентов тут хватает. Я думаю, что я пару человек выберу все-таки из этого списка и проверю. Звоню по указанным номерам на сайте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы уборкой занимаетесь в квартире? Ага, отлично. Согласились на мое предложение две женщины. Ну что, Мими, завтра придет домоуправительница, точнее домработница. Надеюсь, она тебя не обидит. Но чтобы уборка, вернее проверка прошла успешно, мне самой нужно очень тщательно подготовить квартиру. Устанавливаю камеры по всему дому. С помощью этих камер я смогу следить за каждым шагом уборщиц. Изображение с камер поступает мне на мобильный телефон. Теперь жду. Скоро придет первый кандидат. На первый взгляд молодая и приятная женщина. Вожу ее в курс тела. Так, просто подмести, помыть пол. Ванная у меня вообще полный трэш. Ванночки расставляю там от самого дорогого до самого дешевого. Я их покупаю, даже уже избилась за счет, сколько у меня. Уже в такой каше. Еще вот здесь тоже раковину надо помыть. Это мраморная ванна. Тут, конечно, ее шкрябать никакими средствами в виде порошков нельзя. Главной инструкции дала, теперь можно начинать уборку. Но не тут-то было. Еще такой момент, деньги вперед. Постоянный клиент, а время 500. Вот как? Еще ничего не убрала, а деньги уже требует? Ну, просто обычно, ну, как бы, за работу вперед никто не берет, а вы сразу. Давайте так, я вот тут положу эти денежки, да, они тут будут лежать, вам будет спокойно, что вот они есть. У меня еще такая, знаете, деликатная просьба, я просто потеряла сережечка такая вот серебряная, там, с мелкими камушками, там, бриллиантиками. Сережку специально положила под ванной, где она должна убирать, и акцентировала внимание, что она с бриллиантами. Я хочу, чтобы это можно не переживать. И тут вдруг меня вызывают на работу. Танечка, я сейчас с вами. Я думаю, ненадолго, вы все равно тут час-полтора-два будете убирать, да? Да? Да. Хорошо. А вы меня набирайте, все. На самом деле, этот звонок лишь предлог, чтобы оставить уборщицу одну в квартире. Это мое шпионское место, начинаю слежку. Блин, нет сигнала, придется под дверью стоять, как мышь, и присматриваться, и прислушиваться. А вдруг она меня засечет. Ладно, рискну. О, здесь есть сигнал. Теперь я могу видеть все, что она делает. Смотрю в оба. Подошла к моему стеллажу, где лежат ткани и мои шляпки. Никто не имеет права носить мои шляпки, кроме меня. Я вот слышала такую историю. Это было у одного публичного человека. Была домработница, которая любила надевать одежду своей владелицы и фотографироваться, значит, делать себе селфи. А что, если она действительно что-то украдет? Ведь и такое бывает. Обычно я не пользуюсь услугами домработницы. Но так как у меня очень плотный график, было много работы, и мама решила приехать неожиданно вместе с отчимом. Я решила найти домработницу на сайте. Цена какая была за уборку? В районе 350 гривен. И тут мне позвонили с работы. Мне надо было спешить. Уехала, оставив ее, вернулась я где-то через час-полтора, не больше. В квартире действительно блестело. Меня это очень впечатлило. И к вечеру я недосчиталась несколько колец, цепочку, которую дарила мне мама, и сережки. Какой кошмар! У меня же там вся квартира в моих украшениях и дорогих вещах. Кроме имени и номера телефона, я ничего не знала. Я позвонила в полицию, там меня, естественно, выслушали. Мы подписали дело, но, увы, никаких дальше ничего. Ой, а я же тоже документы не попросила. Вы просто вимушены и обязаны взять и паспорт, и его копия, и идентификационный код, за которым вы фактически можете людину переверить и установить. И даже в том случае, когда человек не выполняет свои обязанности, не дай Боже, а вы исплатили за эти кошки, то вы сможете через суд відшкодувати. Это завтра не вам успеет. Продолжаю слежку. Так, подняла мой маленький коврик, где на нычке лежат доллары. Но не взяла. Во всей квартире разложила деньги. Специально, чтобы спровоцировать уборщицу. А в свою шкатулку в виде розового дивана я положу деньги. Вот так немного. Ну и якобы затерялась. 25 гривен. Забыла. Я знаю, что на мелочевку тоже ведутся. У меня здесь очень много пробничков. Оставлю это. Я уверена, что на это она должна купиться. Она смотрит мои пробнички. Я ей сказала сначала, помыли полы. Так и вышла. И похоже, убирать она и не собирается. Только и шарит по всей квартире. Так, она переходит в ванную. Духи. Она брызгает за моими духами. Она хоть знает, сколько они стоят. Ничего себе. Поставь на место. На место поставь. Это не твое. Бессовестно. Я знаю, что вообще там работницы любят порыться в косметике своих хозяев. Там что-то ду-ду-ду-ду. Особенно духи. Чем-то себя помазать. Я вот однажды смотрю, что от моей Нинусик тоже как-то пахло моими духами. Ой, что я сделала? Я просто привезла ей такие же духи, как у меня были. Я говорю, Нинусик, мы теперь пахнем одинаково. Мудрое решение. Но брать вещи хозяев это же непозволительно. С трудом сдерживаюсь, чтобы не ворваться в квартиру. Но надо подождать. Андрей, она берет мою губку, которой я моюсь, в виде арбузика и моет ванну. Я думаю, что то, как она всегда ведет с моими вещами, это вообще неправильно. Почему она не берет сейчас феник и не подметает? Я ее поставила в коридоре, где видно, что он стоит, и его никто не трогает. А что она творит с ванной? Нет, 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 это мраморная ванна. Ее нельзя такими средствами мыть. Она царапает и портит ее. Нет. А я же по-человечески просила. Это мраморная ванна. Тут, конечно, ее шкрябать никакими средствами там в виде порошков нельзя. Неужели история Светланы Вальновой повторится и со мной? Я тебе могу сказать, что у меня до этого была потрясающая домработница. Она почистила мою акриловую ванну средствами чистящими, которыми нельзя. И сделала царапины. Ты понимаешь, ванна стоит 1800 долларов, и она оказалась в таком состоянии. То есть я поняла, что она прекрасно может быть воспитателем, но домработнице нужен человек, который знает, как, я не знаю, там, колонки протереть, как с сенсорной плитой обращаться, как разморозить самый последний холодильник. Да уж, видно, эта уборщица тоже не из таких. А это что? Ими, и ты туда же! Ими, я всегда знала, что ты залазишь на стол, когда меня нету дома. Слышишь? Сидит, облизывается. Обратите внимание, она толком не убирает, а только трогает мои вещи. А это еще что? Сейчас происходит самый интересный момент. Моя домработница присела и пошла к моим брошкам. Подождите, сейчас может произойти что-то очень важное. Неужели искуситься и возьмет себе? А ведь это еще одна моя уловка. 28 и 29 пуговка. Здесь у меня коллекция моих брошек. Интересно, стащит ли она хоть одну? Когда вернусь, обязательно пересчитаю их еще раз. Она нюхает мои х**ны. Больше не могу терпеть. Ну все, начинаем. Здравствуйте, Танечка. Меня зовут Елена Филонова. Я журналист программы «Абзац» на новом канале. Мы же с вами не договаривались. Точно договаривались об уборке, а не о ревизии моих вещей. Чего вы? Ну спокойно, тихонечко. Танечка, подождите. Я хочу просто проверить то, как вы убрали. И все. Ну как, я же вижу, как на самом деле вы убирали. Ну, меня немножко смутило то, как вы убираете. Ну, например, вы ванну сначала помыли, а потом швабру туда грязную. Куда вы убегаете? Ой, у меня под диваном было 50 гривен. А вы не видели, где они? Видели. Да, на столе, да? Деньги сюда попало. Деньги вообще положила. Деньги пересчитала. Она действительно не взяла. Все они лежат на столе. Хорошо, это прекрасно. Скажите, пожалуйста, а почему вы брызгались моими духами? Она даже не отрицает своей вины. Я тоже не договаривалась с вами, что вы будете мазаться моим кремом. Почему вы взяли, что я мазала? А я все видела. Я наблюдала за вами все это время. То, как вы брызгались духами, мазались кремом, по тумбочкам, простите, лазили, когда я вас об этом не просила. А еще, а еще самое интересное. Вам очень идут шляпки, но мои, пожалуйста, шляпки никогда больше в жизни не меряйте, потому что свои шляпки ношу только я. Когда сказала женщине, что наблюдала за ней, она рвалась поскорее удрать из квартиры. Там на столе были 500 гривен. Вы забрали их, да? Да, я их заработала. Но вы не заработали, вы не закончили уборку. Я заработала. Тогда покажите, что вы сделали, чтобы я могла принять вашу работу. Посмотрите. Обязательно проверю, но сначала хочу исправить свою ошибку. Простите, а можно увидеть ваши документы и паспорт? Вы меня их не требовали при поступлении. Я хочу сейчас. А сейчас я имею полное право их попросить. Почему? С вами не договаривались. Как я могу быть уверена в том, что вы, Татьяна, просто я не могу понять. Неужели вы у всех так дома ведете себя свободно? Все мои клиенты, вся моя база, мы с ними на равных отношениях до вас. Никто не жаловался на меня. А мусорное ведро полное и на месте. Она его даже не собирается выносить. А, то есть за это я заплатила 500 гривен, чтобы я сама же вынесла свой мусор. Это вы мне еще даже мало заплатили. Будете теперь уже сами выносить при камерах. Бессовестное отношение и поведение. Вот это уборщица. Я бы не поверила, что такое возможно, если бы не видела все своими глазами. Ну что ж, а я жду следующую домработницу. Проходите. Я тут разуваюсь. Хотите, присядьте. Рассказываю о фронте работ, а у самой сердце разрывается. А вдруг она тоже будет примерять мои вещи? Или еще хуже, украдет что-то или испортит? Мощные средства, они внизу стоят. Действую по той же схеме. Рассказываю о дорогих вещах вокруг и о бриллиантовой сережке, которую якобы потеряла где-то. Так, Валентина Ивановна, мне надо срочно выехать. Тебе стало зачем? Ну да, будем на связи. Делаю вид, что ушла, а сама снова занимаюсь свое шпионское. Место прямо у двери квартиры. Она добросовестно пока что принялась за мытье посуды. Но в течение одного часа, возможно, я приду и раньше. Так что эффект неожиданности не потерять. Продолжаю наблюдение. Камеры все в строю. Ну она приоткрыла, посмотрела и ничего не взяла, она не рылась. Сейчас моет посуду, продолжает. Возможно, ей какое-то средство нужно. Если в этом месте лежат деньги на полочке, и вино она прошла мимо, Она заглянула в шкафчик, где специи. И она что-то берет. И как раз на уровне входит за деньги. 25 гривен. А вот домработница, кажется, нашла мою бриллиантовую сережку. Положила в шкатулку. Убирает все, как я сказала. Но тут... Она есть с ушки. Видимо, сильно понравилась. Мелочь, но все равно неприятно. Хотя она работает и действительно убирает. Она так старается. Прямо... Прямо молодец. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, я признаюсь вам честно. Ну давайте выйдем, не переживайте. Ругать вас не буду, потому что, честно, вы меня удивили. Тем, что, как только я ушла, вы действительно приступили к работе и начали убирать. Я хочу вам заплатить за работу, которую вы честно заработали. Валентина Ивановна, это вам? Нет, нет, вы заработали. Нет, нет, возьмите. Нет, вы честно заработали. Пожалуйста. Я кушала ваши чипсы. Да, этот факт меня немного огорчил. Но, по крайней мере, она честная. Не то, что предыдущая. Потому что жалко. Я надеюсь, что вы на меня не обидели. Я прошу вас забрать все-таки денежки. Вы действительно честно их заработали. Мое шпионское расследование принесло свои плоды. Заверять интернету на 100% не стоит. А лучше всего приглашать домработниц по рекомендации. Мне, кстати, посоветовала мою домработницу, моя дизайнера, Елена Федоренко. Она говорит, что есть потрясающая женщина, которая знает, как вообще управляться со всем. Так и ванны мыть, как и пол, как отпаривать одежду. А знает абсолютно все. Плюс ко всему, очень пунктуально, очень работоспособна и вообще порядочный человек. Так и поступлю, но в будущем. А пока лучше буду убирать сама. Субтитры сделал DimaTorzok